Всем привет! За редкими исключениями предприятие производит или продает не один продукт, а несколько. Какие-то идут получше, а какие-то похуже. К сожалению, очень часто анализ показывает, что основные усилия и средства тратятся на разработку и продвижение совсем не тех продуктов, которыми стоило бы заниматься. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо воспользоваться простым и распространенным инструментом. Матрицей бостонской консалтинговой группы. Ее чаще называют матрицей БКГ. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. На самом деле в основе матрицы БКГ лежит все тот же принцип структурирования проблемного поля, о котором мы вам уже рассказывали. В данном случае предлагается разложить все ваши продукты на 4 группы. По принципу занимаемой ими доля рынка, большая или маленькая, и темпом роста их продаж, низкий или высокий. Проследим по этой матрице весь жизненный цикл вашего товара или услуги. Предположим, что вы предложили рынку новый продукт. Он сразу попадет в левый верхний угол матрицы БКГ. Доля рынка пока у него ничтожно маленькая, а вот темпы роста достаточно большие. Тут сказывается эффект низкой базы. Ну и правда, вчера вы продали всего лишь одну единицу, а сегодня целых две. Рост в два раза. Такие продукты называются трудные дети. Выращивать детей всегда тяжело и хлопотно. За ними нужно ухаживать, воспитывать, развивать и следить, чтобы они не вляпались во что-нибудь. Так и с этими продуктами они еще только растут. И если повезет, вырастут большими и красивыми. Но тут во всем нужно знать меру. Ведь с таких детей у вас может быть много и нужно наблюдать за тем, чтобы ресурсы вашей компании разумно распределялись между ними. Если все пойдет удачно, то доля рынка у продукта продолжит расти. И он постепенно переедет в следующий, в верхний правый квадратик матрицы БКГ. Здесь, в этом квадратике, обитают продукты-звезды. Это то, чем гордится ваша компания. То, что привлекает к ней внимание. Большая доля рынка и по-прежнему высокие темпы роста продаж. Звезд нужно всячески оберегать и развивать. Они, как правило, генерируют вам значительную долю выручки. Но, заметьте, именно выручки, а не прибыли. Потому что расходы на дальнейшее развитие, продвижение и укрепление звезд тоже достаточно высоки. Но, к сожалению, нельзя расти бесконечно. И звезды тоже начинают тускнеть. Темпы роста продаж рано или поздно начнут сокращаться. И наш продукт медленно переедет в правый нижний угол матрицы. Доля рынка у него по-прежнему большая. А вот перспектив не так уж и много. Период бурного роста остался позади. Таким продуктом больше всего подходят названия дойные коровы. Вот они-то как раз и приносят вам львиную часть прибыли. Ведь доля рынка у них по-прежнему велика. А расходы сравнительно низкие. Вкладываться в их развитие особого смысла нет. Продвигать тоже. Ведь своего пика они уже достигли. Ну а на поддержание этого продукта в конкурентно способном состоянии средств и усилий нужно значительно меньше, чем на развитие новых. Типичная дойная корова. Кормить регулярно, доить по графику. Но время рано или поздно возьмет свое. Придут новые продукты и рынок старых неуклонно начнет сокращаться. Наша дойная корова будет доиться все меньше и меньше. Рано или поздно вы обнаружите, что продукт переехал в левый нижний угол матрицы в категорию неудачников. И значит пора от него избавляться. Да, жалко конечно вчерашнюю буренку. Столько с ней хороших воспоминаний связано. Но нужно освобождать ресурсы и место для новых и молодых. Вот такой получается жизненный цикл продукта. На самом деле схема очень простая. И тем более удивительно, что несмотря на всю ее очевидность, многие предприятия раз за разом совершают одни и те же ошибки. Ну например пытаются активно продвигать продукты, пик карьерах которых далеко позади. По привычке наверное. Или по инерции. Посмотрите еще раз на ваши товары и услуги с точки зрения матрицы БКГ. Может быть давным-давно настала пора перераспределить между ними ваши ресурсы и усилия. И возможно эффективность деятельности в вашей компании от этого заметно вырастет. Чего мы вам искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш ютуб канал Справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся.